Пабрика, Пабрика, Пабрика Пабрика, Пабрика Пабрика, Пабрика, Пабрика Ентерясан, Кт Access Пабрика Пабрика П philanthropата سبabouts REVУІНИЛ85 Продолжение следует... 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 Принц и макарна Субтитры создавал DimaTorzok Биберин анаватаны Hindistan'dır örneğin. Бибер, Orta Avrupa'da eskiden kısmen altınla tartılacak kadar değerli bir baharatmış. Yeme alışkanlıklarımız zaman içerisinde birçok baharat dolayısıyla aşırı derecede değişmiştir. Ancak hiçbir baharat vanilya kadar önemli bir role sahip değildir. Vanilya artık sıkça bebek mamalarına da katılıyor. Beslenme uzmanları henüz çocukluk döneminde damak tadımızın bu yolla manipüle edildiği konusunda bizleri uyarıyor. İnsanlar daha sonra hep vanilya içeren besin ürünlerini tercih ediyor ve bu durumda gıda endüstrisi tarafından istismar ediliyor. Yeri gelmişken, Alman mutfağı denilen bir şey gerçekten var mı? Elbette var. Hem de göçe dayalı birçok ayırılmaz birleşene rağmen var. Zira asıl önemli olan ne pişirildiği değil, nasıl pişirildiğidir. Ve bu konuda dünyada herkesin kendine göre bir fikri var. Bizler birbirimizin yemek tariflerini ve fikirlerini çalmaya devam etsek bile, dünyadaki farklı mutfaklar var olmaya hep devam edecek. En nihayetinde bir patates sarımsaklı da olsa patatesliğini yitirmiş olmuyor. 20. yüzyılın sonlarında, Almanya'daki beslenme alışkanlıkları gözle görülür biçimde değişikliğe uğradı. Özellikle Almanya dışından gelen yiyecek ve içeceklerin bu değişime büyük katkısı oldu. Tarihçi Maren Möhring'e göre, bu değişikliğin aktörleri sadece gıda endüstrisi ve kitle medyası değil, aynı zamanda göçmenler. Möhring'le Fremdes Essen, yani Yabancı Yemek adlı kitabının hikayesini ve göçmen mutfağının Almanya'daki 50 yıllık tarihini konuştuk. Möhring'in Здравствуйте! У меня есть книжка «Среднадцать сесса» по менедурному нашему астрономичному астронатуру и . Я читал, что там стоит, и я спросил, почему Вы с этим вопросами об этом работали? Да, по мнению. Один интересовался я уже давно в Миграция. И если вы смотрите на deutsche Миграция, то вы видите, что во-первых, что во-вторых работа, а также работа в Бесчастнике, что в Миграции, которые занимались самостоятельно, они не смотрели. И другая, это был 2. Грунда для этой проблемы с этим вопросом, что в том числе, как Миграция изменилась в Германии в Германии. И также изменилась в Германии в Германии в Германии. Как началось в истории тюркских в Германии в Германии? В Германии в Германии были первые издательные гости. Это не феномен, который сейчас начался на 2. Великой войне. Но, скажем так, в тюркских гости, он садится в 70-е годы. В 70-е годы были когда-то на религии и в результате религиозных граждан многие Миграторы угрожали свои гости. И, чтобы отреживать от работы, им создавали в Германии. И я думаю, что это тюркское мясо в европейскую культуру? Или нет? Я думаю, что это не произошло. Как можно представить для итальянской культуру, что многие девушки из-за пастагерих почитают или делают пиццу, я думаю, в этой форме это неизвестно. Это так, что шафске, оливки и другие что в тюркесе кормят и везут в тюркесе. Но, что тюркесе кормят в тюркесе, это не только в интересных кризисах. Это можно показать, что в тюркесе кормят в тюркесе минимум. Учика, что в тюркесе кормят в тюрке? Я думаю, что в тюркесе с другой стороны, что в тюркесе и в тюркесе можно визуализировать кормят. Ословая ценность, Мигранты, которые были уничтожены, уничтожены эти функции. И это тоже очень позитивные аспекты, для определенных правительств или для того, чтобы определенные правительства в новом стране. И однажды и именно Наруна, уничтожили, другие обработки. Таким образом, Убление для italianов, или кроц, для дуэкспрессионных. Это значит, что на одном специфии Нарусмате может быть целой и в целом вне. И это мы имеем в тюркесхи Мигратора в Тюнах. Поэтому будет и в том же отношении Донером-Мород. И это то, что Мород для этого. Но это делает также, что мы имеем в виду, что Удивительные и Убивительные межрики имеют в общественном дискаре. В чем целью будет это бухгер? Если я хочу, что я хочу, что я хочу, чтобы это было, то есть, что мы уже говорили. Немножко, чтобы выяснить, что Россия у нас изменилась в будущем. И это изменилось, что наш нашу жизнь в жизни. И в очень позитиве, когда мы обе говорили, что мы сегодня в России, И также в негативе, когда мы рассчитываем эти рассистские реакции. Но мне было понятно, что изменения происходят, и что это было более историческое развитие. Я думаю, что это очень круто работа. Где вы сейчас? Я в Нью-Йорке. И я могу вам показать, что вы можете видеть. Я в Нью-Йорке. Это мой апартамент. И там можно было бы о Харлем. Я дам вам многое. И желаю вам много времени в Нью-Йорке. И я надеюсь, что вы снова увидите. Но это было бы live. Это я тоже. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Казахстан Субтитры сделал DimaTorzok Нью-Йорк Субтитры сделал DimaTorzok Остарки Увидимся При этом, если Использовании Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы взяли несколько интересных продуктов и пробовали это. И там были также Трэффер, которые очень вкусные. И тогда было уже понятно. И тогда мы поделали это патент. И потом, в следующем этапе, мы решили доктор работу. И на то, что Сибирь Глёцчу, и она сейчас будет частью этого Тима. на нашем стандартном месте. Поэтому белый цвет онлайн между остальями миллионов открытых гиджалов. Ц 295-еход cиканул воhave�� Возвращаемся к нашему цвету. Наши задачи, что цветы, цветы, цветов, 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 очень вкусно б düşünoa дрянет – наши отошки . Лawn иная , на страну посчитывается , но они долго думают Коね. Можно sich das so vorstellen, der Pilz nimmt aus seiner Umgebung halt eben einzelne Stoffe auf und wandelt die dann um und gibt sie wieder ab. Das heißt, da können ganz andere Geschmacksrichtungen herauskommen. Es kann Richtung fruchtig werden. Das heißt, man erinnert sich, wenn man das schmeckt, an Himbeeren oder an Blaubeeren. Es erinnert einen einfach an etwas, was man vorher eben schon mal irgendwo erfahren hat. Man kann es also auch vergleichen mit Wein. Es gibt ja auch sehr, sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Das heißt, ein Wein kann eher lieblich sein oder eher trocken. Oder man hat auch so eine fruchtige, bärige Note da mit drin. Also am besten wäre das so ein Sommelier oder sowas. Die können ja mit ganz vielen Attributen das beschreiben. Und auch während man das trinkt, kann das auch nach dem ersten Schluck schmeckt es so und nach dem zweiten hat sich irgendwas schon gewöhnt daran. Und dann merkt man vielleicht ganz andere Eindrücke. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und deswegen, nach Pilz schmeckt es nicht. Du musst es uns vielleicht gleich nur sagen, was was ist. Okay. Damit wir alle in der gleichen Reihenfolge das verkosten. Okay, geht das bei dem auch noch? So ein bisschen hin, glaube ich. So, wir haben jetzt hier vier Proben. Und die sind auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen halt. Und dann, die können wir halt dann so beschreiben. Dann ist es besser, wir fangen dann erstmal mit dem Geruch an. Ja, für mich süßlich, fruchtig. Kohlartig riecht das. Ja, wir haben alle das hier. Ja, ihr habt das andere. Schön, dann kann man das auch erklären, bis ich überhaupt nicht das eine wahrnehme, was ihr habt. Ich habe auch was süßlich, süßlich-fruchtiges. Ein bisschen. Und Bierwürze. Ja, Bierwürze. So malzig, aber so kohlartig, so Sellerieartig, habt ihr das Gefühl? Also ich finde ein bisschen sowas schon, ja, so fast Hopfen oder was schon. Aber hat auch noch so so eine frische Zitrus, aber so ein bisschen Zitrus, mich an Lena Lohle erinnert. Man muss ja hier ein bisschen, das beim Panel Vorstandsbild versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Das heißt, es ist wie bei der Polizei, wenn da ein Tatbestand aufgenommen wird, dann hat ja jeder eine unterschiedliche Zeugenaussage. Und wir versuchen sozusagen, wir sind sozusagen der Polizist, der versucht, die drei verschiedenen Zeugenaussagen zusammenzufassen. Das heißt, der eine sagt, es ist ein blaues Auto, der andere sagt, es war ein nachtblaues, großes Auto. Der andere sagt, es war, ach, an die Farbe kann ich nicht beschreiben, aber das war ein Auto mit einem Stern vorne dran. Und dann sagt der Polizist, fasst es zu einem Tatbestand zusammen, sagt, es ist ein blauer Mercedes Baujahr 93. Und im Endeffekt, das versuchen wir hier auch zu machen, dass jeder weiß, aha, das Auto, was ich da sehe oder der Geschmack, den ich wahrnehme, ist dann dieser blaue Mercedes Baujahr 93, dass wir alle wissen, was das ist. Wenn man so ein Panel für ein ganz bestimmtes Produkt aufbauen möchte, das dauert dann halt dann so circa sechs Monaten. Es kommt drauf, wie gut halt dann die Personen sind und man muss das halt dann immer üben und halt dann die Referenzsubstanzen vergleichen. Kohle aber ein bisschen säuerlicher, finde ich. Also der Vorteil gegenüber der Industrie, denke ich, ist, dass man nicht so eingeschränkt ist. Das heißt, man kann selbst in eine Richtung entwickeln als Forscher hier, als einer Hochschule. Das heißt, wenn wir etwas entdecken, kann ich entscheiden, ich gehe daran jetzt weiter, weil ich habe da die Idee dahinter, das Ziel. Und in der Firma kann das heißen, ja, das ist jetzt nicht gerade relevant für den Prozess. Das machen wir irgendwann mal, wenn wir Zeit haben. Aber wie das in der Industrie so ist, Zeit hat man nie. Und dann wird es halt einfach nicht gemacht oder halt eben erst sehr viel später. Also ich sehe es eher so, dass man vielleicht, wenn es zu schnell ist, zu sehr der getriebene Mensch ist, weil man nimmt sich vielleicht nicht die Zeit, was auszuprobieren und wirklich mal auf sich wirken zu lassen und zu gucken, ob dieses Ziel vielleicht etwas ganz Neues bringen kann. Wir hatten eigentlich so eine Idee, so ein Projekt mit der Türkei zu machen. Dann haben wir dann zusammen diskutiert. Ich habe dann ein paar Vorschläge gemacht und er hat das auch dann bestätigt. Und dann sind wir dann zu diesem Projekt halt dann gekommen. Ich bin der Ich bin der In der Мы проведали с новыми двенками. Сейчас мы ждем ответа. Умар мы, каждые двери подняли себя, и мы проведем его поставить крючку. У них два культуры будут одинаковые, и их для других культур, как и для других любимых продуктов, и для других других чертов, и для других тех, как и для других. И для этого мы будем создавать его. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Меня зовут Жозетта, и я сейчас 4 лет в Карлсрубе. Мы тоже можем взять, да? Мы тоже можем взять, да? Скажем, куда ты купил, Ола? Я делаю это сразу, когда я начинал с 10, 11 лет. Мы всегда были вместе с детками и помогли с мамой. И когда-то из-за того, что у меня есть ладость. Что-то пробовать, комбинировать и делать это так. Да, это произошло так. Я взялся очень быстро. В конце 16 лет. И я мог бы тоже сразу кочать. И я никогда не мог бы так много, здесь Досы нахват. Я уже не смотрел, что это не вкусно. И вот такая Кнор-Магги-Фикс-Соса, это не так. И я потом научил корректируй. И мы были такие идеи, что кочево и тренки. Вы потом много, очень много. Гекочет, кокот, 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 кокот... ...weин, сигарр... ...also, все, что в легких... ...это... ...это... ...звыгнут, ...это мы сомневали нам, конечно, ...вы... ...поминания. Как вы знаете, Питченгерилла? В чем идее это было, входит? В итоге, это было на двух пляшках стола, ...черезно, ...вот мы не могли бы брать ресторан, Ребята, что мы хотим снять. Но мы не хотим снять. Но не птицовая. Потому что это очень нервно. Мобильный был важен для нас. Мы не хотели бы ничего festать. Мы не хотели бы ни феструкассироваться. В этом году ты только в 7,24 с домом с домом не проживаешь. И ты не можешь это больше ненесить. Мы хотим больше и все еще что-то новое. Потому что креативная, когда мы новые испытания, то есть креативная и креативная, что сейская или физическая. Поэтому мы можем тоже работать. Уже мы можем общаться на вашем канале. Почему вы делаете это? Вы идете в другие страны, в страны, в коктах? Почему? Что там? Возьмите, что там идея? Будь любовь, не убавляйте. Будь любая, не убавляйте. Мы очень просто видим. Для нас это самое главное, что для всех основных основных это очень вкусняшек. Сегодня в Кирово всё будет очень бранд, очень шиши и шоу. И мы просто скажем, что это просто просто. Но мы знаем, что нам нужно опять опять снова обратить на основных основных основных. Он который так способен сделать это. То есть что это значит, что это весело, для нас же обrerки для людей, что это может быть в bundle в жизни. Друзья, присутствует... И это может быть любовь. С сегодняшний человек, так как мы вместе, мы всегда доволим время, нам нужно звонить, что делать на интернете, на Facebook. Возможно, возможность начинать и сказать, Сегодня я сего. 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 Мы сего. Мы сего. Вопрос. Что вы с этим? Это? Это, как мы все делаем. Можете каждый день делать. Эссен – это самая лучшая форма для коммуникации. Готовы? Мои. Готовы? Да, да. Да, да. Готовы? 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 Оarks? Готовы? Готовы? Александр Монтаны. В результате тюкки зд país? По мне он, собственно ... Тюккишка нет, так как можно было здесь. И если вы посмотрите в Истанбул, то это очень бунт. Все эти культуры, которые вместе с тем более чем сейчас были. Тюрки, Армени, Греи, Юлии и итальянские, которые были в Истанбул, которые были в Истанбул. Арабские. Арабские, конечно. Это был 2. Ром. Это была в этом городе, как сейчас. И поэтому была большая, большая, большая Кюша. Это очень spannend. Потому как вы выберете в Истанбул. И сейчас это отрезалось совместно. И мы уже поднимали. В Истанбул. Да, хорошо. И мы не можем его поднимать. Но я проходил в Истанбул. В следующий год. В истанбул. И так же. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...